Михаил Геннадьевич, постоянный эксперт нашей программы, профессор Катасонов, говорит, что скоро в России может разразиться масштабный банковский кризис, который связан с неплатежами, с закрытием бизнеса во время коронавируса. И, соответственно, курс рубля упадет стремительно. Он и сейчас-то, в общем-то, падает. Но, как вы думаете, это неизбежно? И вообще, что в этом плане нас ждет? Ну, банковский кризис может и не разразиться, потому что банки вроде того, как их сейчас называют, СБЕР. Народ его называет СПЕР. Некоторые называют СБЕРБАНК ЕДИНОЙ РОССИЯ по сокращению. Некоторые просто грифанутыми. Ну, как бы государственные банки будут денежки получать, из бюджета сосать будут. Ну, или, по крайней мере, из Банка России. Если вы держите деньги не в первой десятке банков, ну, собственно, подумайте, зачем вы это делаете. Но девальвация все равно неизбежна, потому что государство занимается уничтожением экономики, занимается осознанно, последовательно, весьма эффективно. И поэтому бюджет чем-то наполнять надо. Да, но если вы экономику уничтожаете, людей лишаете средств существования, по данным страховщиков, 70% населения страны имеет доходы не выше 25 тысяч рублей в месяц, а это примерно два официальных прожиточных минимума, то есть один реальный. То есть в этой ситуации единственный способ поддержать бюджет на плаву по текущим доходам и расходам, потому что бюджетные резервы есть, но они с 2004 года есть. Это деньги не для России. А вот баланс текущих доходов и расходов поддержать, чем они занимаются, это девальировать рубль. Значит, рубль будут девальировать. Точно. Собственно, уже начали. Вот непонятно, действительно, деньги с одной стороны есть, с другой стороны бюджет дефицитный, и занимать приходится под большие проценты. Вот какой-то парадокс. А что непонятно в этом? Просто вот вы смотрите на это с точки зрения народа, и вы думаете, что правительство с какого-то перепоя должно служить обществу. Послушайте, а это нормальный крестьянин, там корову кормит, чтобы получать больше молока? А нынешние оптимизаторы считают, что корову нужно как можно меньше кормить и как можно больше доить. И когда она сдохнет, ее еще можно будет на кости, на костную муку продать с большой выгодой. Вот это отношение наших властей, которые они демонстрируют к России. Почему берут кредиты, почему берут займы в то время, когда захлебываются денег? Очень просто. Потому что нами правят либералы, то есть люди, которые служат глобальным финансовым спекулянтом против народа России. И смысл существования бюджета Российской Федерации – это кормление финансовых спекулянтов, даже наших, хотя в первую очередь, конечно, иностранных, за счет российских налогоплательщиков. Смысл российского бюджета. Мы у граждан России собираем деньги, после чего говорим, что денег нет. И у граждан России, вправду, денег нет, они только в бюджете есть. После чего берем взаймы, и этими деньгами, которые мы с населения собрали, мы эти деньги передаем в виде процентных плат. Главный приоритет федерального бюджета, доля которого в расходах растет неуклонно, чтобы не происходило, – это процентные расходы. Это те деньги, которыми за счет налогоплательщиков правительство выкармливает финансовых спекулянтов. Да, то есть мы, народ, получается, выкармливаем финансовую олигархию. Насколько выгодна такая приватизация, потому что все последние 30 лет мы наблюдаем, что процесс приватизации идет, что называется, в одни ворота. Это первое. И второе. Вот такое впечатление, что, опять же, за эти 30 лет, и сейчас ничего не изменилось у правительства, только два предложения – займы, приватизация, приватизация – займы. А что, в экономике вообще больше нельзя ничего делать? Может быть, производить что-то надо? Ну, понимаете, если вы хотите развивать страну, да, то тогда, конечно, нужно действовать по-другому. Если вы хотите страну уничтожать, чтобы, не дай бог, не завелась какая-то конкуренция вашим западным хозяйством, то тогда у нас правительство сверхэффективное, сверхразумное. Что такое займы, повторяюсь? Это выкармливание деньгами российских налогоплательщиков, финансовых спекулянтов, в первую очередь, западных. Ну, немножечко и своим просыпается. Что такое приватизация? Ну, вот принадлежит какому-то там народу, да, какому-то там государству. Мы это берем и передаем правильным людям, может быть, даже себе. Может быть, даже правильные люди даже нам отстегивают. Это, если мы будем им передавать по какой-то нормальной цене, то это же глупость, правильно? Какой смысл? Когда была приватизация прошлого пакета Сбербанка, а люди продали ее ниже рынка. И за это только менеджер, который этим непосредственно занимался, получил премию в несколько миллионов долларов. И когда Глазьев в Национальном банковском совете возмутился, ему на голову сказали, ну, как же так? Это же очень небольшие деньги за такую эффективную продажу. Потому что продали ниже рынка, значит, частный владелец получил большой дешевт. И у нас есть прибыльные куски государственной собственности. Это Сбербанк, это Нефтяночка, некоторые другие банки, некоторые информационные агентства. Военно-промышленный комплекс. Вы понимаете, что военно-промышленный комплекс будут приватизировать, чтобы его ликвидировать. У нас в 95-м году пытались фабрику производства шифровальных машин продать израильской фирме. Но в 95-м году не получилось. Вот так, может быть, в 2021-м удастся. Зачем России свои шифры? Зачем России что-то сообщать, что не будет сегодня же известно в ЦРУ? Зачем? А вот, Михаил Георгиевич, вы упомянули Глазьева. Как раз, по-моему, Глазьев говорил, что нам просто-напросто в мировой системе распределения труда запрещено развивать свое производство. Но наблюдая политику правительства, складывается впечатление, что он абсолютно прав. Понимаете, в международной системе разделения труда, вот какой вы себе кусок выгрозите, тот и ваш. Если вы будете развивать производство, то вы себе кусок отвоёте. Возвращаясь к лекарствам, так же самая Индия, никто и не разрешал развивать лекарственную промышленность. Никто и не разрешал создавать атомную бомбу. Никто и не разрешал строить металлургические и химические заводы. Взяла и построила. И все с этим стали считаться. А если ваша задача не развивать страну, а её уничтожать, тогда вы будете рассказывать про Конституцию, про запреты, про Федеральную резервную систему и так далее. На самом деле, что государство хочет, то оно и делает. Если государство хочет развивать свой народ, он его развивает. Если государство хочет убивать свой народ, государство его убивает. Точка. Как говорится, на кого работаете? Тот же Кудрин говорил, что деньги-то давать нельзя никому в экономику, потому что их просто украдут. Яркий пример Космодрома Восточный, где, я кстати знаю, там ещё какой был надзор, пытались как-то этому препятствовать, вопреки распространенному мнению, и всё равно скандал за скандалом. Но что уж говорить про остальные отрасли, остальные проекты. Может быть, действительно нельзя давать такую экономику деньги, всё равно всё разворуют? Я не сторонник того, чтобы раздавать именно государственные деньги, надо создавать условия для того, чтобы подприниматели вкладывали свои деньги и рисковали своими деньгами. Этого у нас не хватает как раз, поскольку нет условий для этого. Вот эта проблема инвестиционная, почему у нас остро стоит? Потому что нет инвестиционного механизма, нет такого механизма перевода сбережений или своих капиталов в проекты какие-то. Потому что выгодные проекты все заблокированы. Кстати, даже обычным людям свои сбережения некуда девать, кроме звербанта. Да, есть определенный набор выгодных проектов, которые заблокированы, туда просто невозможно зайти. И есть какие-то средства у кого-то, которые легче тогда вывезти за границу, уже что-то купить. Попытаешься здесь что-то организовывать, тебя ещё и отнимут потом этот бизнес, и самого тебя ещё и посадят. Если он будет успешным. Примеров там много. Да, примеров очень много таких. Поэтому инвестиционный механизм, а уж для высоких технологий у нас полностью отсутствует механизм привлечения средств. То, что на Западе как раз и в США, и в Китае прекрасно функционирует, у нас это даже близко нет. Даже об этом никто не говорит и не вспоминает. Поэтому это системная как раз проблема. Понятно. Михаил Геннадьевич, ну а всё-таки вот что вы думаете о проблеме воровства? Ведь воровство это тоже в конце концов форма экономики. Но что ж, вообще никому теперь деньги не давать, если бизнес вот такой по определению вороватый? Ну, понимаете, каждый сует по себе. И когда Кудрин говорит «украдут», и другие либералы говорят «украдут», то в совокупности это звучит словом «украдём». Я всем этим людям верю. Но, понимаете, если когда государство, занятие государства это разворовывание советского наследства, тогда, конечно, бороться с воровством нельзя и коррупцией нельзя. Потому, что это борьба с основой государственного строя. Ну, не может же лояльный чиновник, пусть даже на космодроме Восточный, бороться с основой государственного строя. Согласитесь. А так ничего сложного нет, есть абсолютные технические меры, скажем, и всего-навсего две с половиной. Во-первых, по итальянскому образцу, если взяткодатель сотрудничает со следствием, он автоматически освобождается от ответственности. И сразу разрывается круговая порука. Вы у меня, чиновник, можете вымогать взятку? Я вам могу даже дать. Потом я через дорогу перешел в полицейское отделение. Вы сядете, а я пойду развлекаться дальше. А у нас сейчас наоборот, обратите внимание, сплошь и рядом человек, который сообщает о факте коррупции, получает большее наказание, чем тот человек, который вымогает взятку. Вторая вещь. Если член организованной преступной группировки, а во власти одиночек нет, их вычищают в порядке конкуренции, если член мафии не сотрудничает со следствием, у его семьи, понимаемой в расширенном виде, в случае родственников, которые с ним вместе не проживают, это американский закон, а в рамках закона река конфискуются все активы, кроме социального минимума. Соответственно, человек оказывается перед выбором. Или его дети будут жить в неблагополучном районе, вырастут шпаной и впроголодь, или он рискнет свою жизнь. Этих двух мер достаточно для очищения самых разложившихся аппаратов управления. Но сейчас нам еще электронная система принять решение помогает, когда вас можно проверять, и вы об этом никогда не узнаете. Но я хочу вернуться к государственной политике в целом. Ничего не нужно тратить, нужно инвестировать. И государство отличается от семьи только одной вещью. Если я буду имитировать деньги по потребностям семьи, я сяду. А если государство не имитирует деньги по потребности экономики, оно должно сесть в полном составе, потому что это преступление. Да, нужно ограничивать финансовые спекуляции. Да, безусловно. Потому что любая страна с нашим уровнем зрелости финансовой системы, если она не ограничивает финансовые спекуляции, она развита не станет никогда. Да, ограничивали спекуляции американцы, японцы, европейцы, все. Китайцы сейчас и сейчас ограничивают. Не ограничивали ЮАР, Латинская Америка, ничего у них не вышло. Если вы живете ради финансовых спекуляций, если вы слуги финансовых спекулянтов, вы не можете развивать страну, вы ее можете только разворовывать. И с этой точки зрения господин Кудрин абсолютно прав. Геннадий Андреевич Зюганов и вообще фракции КПРФ говорят, что призывают такой бюджет не принимать. И Геннадий Андреевич говорит, что в стране, где половина людей живет на 7 долларов в день или даже меньше, а остальные еле с концами сводят, можно просто ситуацию физически не удержать. Не то, что там пятая колонна у нас организует выступать против властей, а просто физическая ситуация может упасть ниже уровня выживания. А вот что вы об этом думаете? – На самом деле правительство попало в ловушку, которая на самом деле само все делала для того, чтобы в нее попасть. Но попало-то не оно, конечно, попали мы все. Теперь действительно доходы от энергоносителей уменьшаются драматически. Этот фактор будет действовать все время. – Вот эта дыра, которая в бюджете образовалась сейчас в 5 триллионов, это минимум, кстати, оценка, минимум, то во всех бюджетах, в том числе в фондах и так далее, это не исчезнет в следующем году. Пока не видно, а как это может исчезнуть? Что цена на нефть вырастет? Нет, не вырастет. Объемы вырастут? Не вырастут. Еще могут упасть, еще какие-то санкции дополнительные наложены. Плюс все технологические изменения. Это не то, что прошел вирус какой-то и все. Все эти изменения остаются. То есть люди больше безработных в мире, больше удаленной работы, меньше мобильность, причем и бизнеса, и людей. Это все надолго. Автоматизация, роботизация. То есть потребность в энергоресурсах на 10% реально она по миру просто уменьшилась. И ничего с этим уже не сделано. И как раз в эту часть попадают большая часть российских доходов. Значит, доходы будут меньше. Я сейчас, например, на сегодняшний день не вижу, как они больше 17 триллионов в будущем году. Я подчеркнул, что доходы от продажи сырья будут меньше. Нет, а в целом доходы государству становятся меньше. И пока, по-моему, наша власть, она не осознает это. То есть судя по их действиям, они думают, что все-таки как-то все вернется опять. То есть вот эти недостающие 5-6 триллионов, они как-то появятся сами собой, с мирового рынка. Они не появятся. И поэтому сейчас получается, что обсуждаются только непопулярные какие-то меры. То ли налоги повысить, то ли рубль как-то надо приводить в соответствие с новой реальностью. Потому что действительно он не соответствует теперь той реальности с доходами. То ли, как они сейчас делают, занимать. что тоже ненормально. Потому что получается, если предположить, что рубль у нас сейчас завышен, то тогда получается, что они занимают для того, чтобы поддерживать искусственный курс рубля. Так выходит. Но это очень напоминает, кстати, 98-й год. Тогда то же самое делали. Тогда ведь занимали все время под высокие проценты, чтобы поддерживать тот курс, который хотелось. 6 рублей тогда. Но сейчас это менее остро, конечно, выражено, чем тогда. То есть, меньший процент надо платить за займы. И соотношение рубля не такое. То есть, не в разы все-таки. Но, тем не менее, это принцип тот же. Если вы не знаете, откуда вы будете потом эти долги выплачивать, какие отрасли принесут вам эти доходы. Вот чем вы будете... Вы просто на затыкание дыр занимаете, получается. Я единственное хочу сказать все-таки по поводу фонда на самом деле благосостояния, что, конечно, там хоть и говорится, что 13 триллионов, но туда же входит купленный Сбербанк, эти 13 триллионов. Это входит туда. Поэтому, получается, чтобы потратить там 20 с чем-то триллионов, которые там чистятся с Сбербанка, надо его продать. Кто-то хочет, чтобы Сбербанк продали. Грев хочет, очевидно. В принципе, чтобы эти деньги теперь получить на личной форме, то есть это же фонд ФНБ обладает акциями Сбербанка. То есть, получается, как их сейчас изъять? То есть, их надо будет продавать и осуществлять ту самую нелюбимую приватизацию. Поэтому это тоже надо учить. Плюс там полтора где-то триллиона, если не больше, это уже вложено в разные проекты, там всякие инвестиционные. То есть, надо брать ликвидную часть фонда Сбербанка. Она в 8. В 8 триллионов. В 9. В 8-9. Ну, опять, и то, что он увеличивается, я тоже не согласен. Увеличится, потому что курс рубля, соответственно, меняется. Поэтому увеличивается в связи с этим номинальный рублевый объем фонда национального состояния. И потом надо учитывать следующее, что в свое время он создавался для того, чтобы пенсии выплачивать в случае необходимости, когда не будет других. Потом эта функция ни разу не выполнялась. Потом дополнили другой функцией, когда резервный фонд ликвидировали, присоединились. То есть, это фонд предназначен для того, чтобы закрывать дыры в бюджете в случае нестыковки. Если будет предвиденная ситуация, как сейчас, кстати. То есть, эта функция тоже перешла сюда. Потом третья функция появилась. Национальные проекты. Помните, говорили, что вот эти деньги пойдут на национальные проекты. Но как только начался последний уже коронавирусный кризис, нет, все, нет. Это закрывается тем. То есть, эта функция тоже негласно присутствует. Они лежат фактически в мешке. И сами в себе превратились проблемы. Еще выполняет негласно функцию стабилизации финансовой системы. То есть, фактически, это такой вот, как семью хлебами, так сказать, накормить всех. Вот такая идея. И кроме того, у него есть у этого фонда еще сакральный символ власти. Это как шапка монома. Продолжение следует. Продолжение следует.